Субтитры сделал DimaTorzok Давно у меня такого уже не было У кого-то чего-то другого давно не было А у меня поездок, вот как-то Привет, Россия, батюшка Короче, этот Егор Егор, тебе пока А я, в общем-то, уже мылю мочалку Собираю ноги в руки, руки в ноги И, как видите, ебашу втул Вот, еду с двумя девочками Одну зовут Венера, другую Светлана Как вы понимаете, вся линия шуток будет прокручена и продумана На тему того, насколько заурядно имя Светлана И так, что луками ездно в духа ночи, конечно Ну, насколько заурядное имя Светланы И насколько незаурядное имя Венера Странное вообще, честно говоря, имя А что, если бы ее Марс называли? Это вообще, как бы вызывать ему уже Марс? Я девочка, кстати, еще не подозреваю, что я все буду снимать на камеру Что ты делаешь? Снимаю задницу торчать Ну, не надо Ну, задница торчит из машины Не надо задницу снимать из машины, пожалуйста Здрасте Да пошел он Пусть живет Придурок О, нехреначек Здравствуйте Здравствуйте, Сережа Какой у тебя заурядное имя? Ну, вообще, мне кажется, что люди с подобного рода именами постоянно выслушивают шутки на тему без тем Да, очень много таких шуток Да, да, да Ну, первое просто, о чем сразу думает человек, это то, что О, все мужчины с Маршей, женщины Венеры Твоего мужика будет, наверное, вызвать Марс Не, конченые люди Я не такой Сегодня ты наслушаешься других шуток Тихо, поставь заново Да, давай Да, да, да Это, вот, короче, по новой, значит Интересно, вот так вот сколько мы по МКАДу до Тулы будем ехать По МКАДу до Тулы, да Я попу твое хвалил Прилюдно Чего делал? Хвалил твою задницу Орех твой, сраку твою Боби, бля, бердак Ну, бля, я не знаю В жопу Кстати, в фильмах ужасов вот так все начинается Какой-то чувак берет камеру И он остается в конце в живых В смысле ты восприимчивая? Я тебе уже, что, блядь, просто сказал фильм ужасов И ты уже все испугалась? Я тебе придумала А у тебя сиденье там сухое хотя бы, нет? А? Сиденье хоть сухое? Да Смотри, блядь, я проверю Блядь, вот ты меня натронишься, я уже все И намокла, да? Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, вообще дети, это прекрасно Дети Блин, какая чертая картинка на камере Офигеть Уйди Блин Твоя тачка, честно говоря, вот глазом не так прекрасно выглядит Как передает камера Вот сама посмотри Субтитры сделал DimaTorzok Как он с балкона писал? Господи, я тебя умоляю Так, ну-ка поделись Нет Я с балкона не писала Но где я только не писала? 380 лайков, ребят, под этим видео И я выкладываю полный рассказ Светланы досконально Как я писала? Возможно, возможно, даже отрывками поснимаю вам Ну, в дабстепе это все ускоренный ремикс Минутный ролик в инстаграм точно будет, отвечаю Ну и, естественно, как и всегда Мы обещаем вам в следующем видео показать ее жопу Да, он в каждом видео собирается показать мою жопу Нет, это ты в каждом видео собирается ее показать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот от серьезных разговоров мы перешли, если что, я каха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Света просит кувениры в рот Дай ей в рот, дай ей в рот Давай, подожди Тихо, введи машину Давай еще, давай еще, я помогу Давай, давай, давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Реально, я знаю, бля Я смотрел, короче передачу с экзимитом Там одной девке установили парктроник Типа там, который говорил Эрин сдаёт задом Внимание! Эрин сдаёт задом Ну короче, херстен Короче, ребята, были мы в придорожном кафе Решили пописать немножечко, чуть-чуть пожурчать Побрызгать, скажем так Ну, короче, это пиздец Если вот будете ехать в Тулу, в районе кафе Фонтан, не писайте. Лучше в кусты, как бы, блин. Да не лучше. Гораздо лучше. Я писал в унитаз, а оттуда шел пар, как бы. Ты понимаешь, я его так разогрел. Это твои проблемы уже. Ну, я суровый мужик, не спорю. Я иногда писсуары напополам раскалываю, но что пар шел, такого, честно говоря, не было. Мы же все-таки в Тулу едем. Как мы могли эту дебильную песню не послушать? Тулу-ла, Тулу-ла, Тулу-ту-ту-лу-ла. Ну-ла-ву-на, Тулу-ла-ла-ла-ла. Так, ну-ка, сейчас заценим, сколько стоит тульский бензин. Тульский бензин нынче по 34 рубля 92, 36, 95. Дизельное топливо тоже 34, 80. 80-й, ты видела? 0,0. Просто на халяву 80-й раздают. Надо приехать в Тулу и сделать три основные вещи. Посмотреть на тульский Кремль, похавать тульских пряников, да, и отжарить парочку тульских путан. Ну ладно, не, я не такой, нахуй, пряники. А вы видели клип на эту песню? Бля... И пошло все пейпи. Вот почему все женщины с Венеры, а мужчины с Марса. Рублика. Смотри, какая модная ланда. Ебать, это корч, 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 корч. В жопе корчка. Уже такие раздетые, короче, и тверкайте, и бассейн, и Майами. А, так, все могу. И потом опыт недавно влези, да. А вы не забывайте, что в заявленном прейскуранте в отеле есть бассейн. Хорошо, что на фотоаппарате есть стабилизация. А на дорогах тульских нет ее. Курат Алексин здесь есть, прикинь. Вы знаете, кто такой Алексин? Сережа Крепис-Крепис. Что-то не шрипеть. Я не шрипела. Я шрип, ты нормально не просила. Ну, хрипела. А вы знаете, кто такой Алексин? Блядь, ебанное поколение. Короче, это чувак, который пел там у тебя на рожи. Прищики будут, бля, будут. Я знаю. Я просто не знаю, кто не поет. Ты знаешь, что будут или что? Ну, короче, реально, по сути, выезжаешь вот в 200 километрах от Москвы, и все, можно вот в Инстаграме в шапке писать тревелер. Вот, в твоем случае еще и танцер. А ты можешь писать, что ты фитошняшка. Няшка как там? Фитошняшка. Фитошлюшка, блядь. Фитошлюшка, блядь. Фитошлюшка, блядь. Фитошлюшка, блядь. Фитошлюшка, это типа, короче, ты когда от одного протеина к другому переметаешься. Не, не, от протеина к гейнеру лучше. Животное, назови мне животное с четырьмя коленями. Бончик. Хорошо, давай, самая известная фраза шахтера, Дмитрий. Что? Что? Шахтер. Блядь. Назови млекопитающее, которое не умеет прыгать. Почему же ты как лягушку, но она умеет прыгать, блядь? Млекопитающее. Млекопитающее. Ты уже менишка пухнила, когда уходили. Мелкопитающее, да. Сладкое чувство, когда горочка. Да, да, обожаю. Горка будет готова, готова, сейчас просто вот все опустится, сейчас, 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 сейчас яичники на коврике упадут просто. Смотри, а дальше идет дорога, сейчас это как-то горка. Блядь, вы это видите, ребят, а вы это нихуя не видите, потому что ночь на дворе и дорога не освещена. А похоже, что как будто это я пою. Ты ку**. Я только что Венера спалила. То чувство, когда случайно повернулся назад. То чувство, когда случайно повернулся вперед, подожди. Блин, а со светом видно свету даже. Какой забавный каландур. О! Куда написано, что? Дай мне слово, ведь я тмада. 200 метров. Сергей Пономарев, банки это свадьбы торжества. Так, привет, Тула. Опа, вот это красиво. Мы в теме. О, ништяк. Нет, ты на телефону, а нет. Тей, 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 камер, камер. А ты считаешь, что ты романужен? Так, отлично. Приезд зафиксирован. Все, поздравляю вас, мы в Туле. Ура! Ура! Когда мы в Туле. Итак. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хоррор. Гостиница и юность. На улице Вязов. Улица Войкова, дом 4. Она же хлебная площадь, дом 6. Одновременно. Вот такая вот интересная. город Тула. Заходим. Не забывайте, ключики на ресепшн. Второй этаж, 206 номер. Все, дальше так. Вокруг Тула. Пусть все так видно. Венера, да? Угу. Так, вокруг. Шоу. Боже мой. Только тихо. Шопотом. Все, потом, Оля. Спасибо большое. Хорошо. Так, тут, короче, курить нельзя, поэтому штраф. Будем курить в номере. Блевальное, что ли? Я сейчас не могу обратить цифром, ой, ой. Ты, сука, ты тухля, детка, это блевальное. Только шопотом разбудите постояльцы. Ну, реально, подумай, москвичи все поколовно-шведские семьи. Трыпнички, они есть. Дыхание. Итак, чуваки, это MTV и программа «По домам». Поехали. Побам. Поехали. Блядь, сюда бы ревизоры, блядь. Где эта Елена летучая? Ну, а зато сервис четкий. Не, освещение тут четкое. Вот на камере прям охеренно. 150 рублей. Рублей. Освещение. Вы же в ботинку ходите. Слышь, дурын, да, блядь. Я носочку. Ну, вот ходи, ты маши и тапки с собой взяла. Подожди. Как и обещали, заявлено было, блядь. Смотри, она даже в позу специально встала. Такая, знаешь, она корчится, короче. Да все, я в чувствах. Она, короче, корчится вот так вот. Ей хреново, в принципе. Ой, да, да. Вот так вот. Оттопырилась. Так, волосы распримирую, попку оттопырила, такая. И пошла. Тула. Ну, надо как экзибит такой, цацки показать. Ну, как бы то, что он придурок, вы можете напишите на это внимание, в принципе. Не, мне тоже. Ну, короче, подам. А самое адекватное здесь вот она, кстати, кто снимает. Ну, давайте я тоже. Без шубы гораздо симпатичнее смотрится. Спасибо. Очень классный комплимент. Без шкуры. Без шкуры. Без шкуры. У него все комплименты. Типа вот этот, что ты беремок. Давай проверим это постельное наличие пятен. Трудно отстирываем их, как ты любишь. Ты снимаешь, что ли? Ну, что-то надо так близко и сумасло. Чтобы каждую мельчайшую деталь, чтобы прекрасно ланида рассмотреть. Ланида это не вредит, но в языке лицо. Ну, так, для общего развития. Спасибо. Да, я так решила. Итак, мы приехали в Тулу пачкать простыни здесь. Ощущаешься, знаешь, как вот этот курчавый хрен, который Евгений кулик. Да ты и есть курчавый хрен. Ты курчавый хрен. Ты курчавый хрен. Нет, твой хрен курчавый. Вот вроде бы два года между нами разница, а интересы такие расхожие. Очень, блядь. Блин. Подожди, подожди. Нет, видишь, локоть должен быть прямой 90 градусов, как бы, когда поднимаешь так. Вот. Высоко, высоко в гора. Чего, локоть опустила мой. Там много. Турцовского прядика. Давай пять. Оп. Давай второй тунский прядик пять. Давай прядик, давай. У-у-у-у. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пойдем